Хотя, вы знаете, надо отдать ему должное. Путин прекрасно владеет искусством военной лжи. А военная ложь – это серьезная наука, это искусство. И тот, кто владеет приемами военной лжи, он, собственно говоря, и пишет, ну, по крайней мере, для своей территории историю. Главное – интонация, с которой сообщается о победе, в данном случае о барешнике. Ну и, разумеется, играет огромную роль высота, с которой сообщено. Когда царь Строуна называет банальное позорное поражение огромной победой, всем остальным, включая историков, остается лишь повторить этот бред. Ну, вот хрестоматийный пример – это Бородинок пример. Старый педофил Кутузов отхватил ордена и табакерки в бриллиантах за этот проигрыш. При том, что русская армия имела глобальное превосходство в численности войск, артиллерии. Тем не менее, она была разбита, отступила. Местами в большом беспорядке, то есть бежала. И напомню, что эта битва была далеко даже не за Бородинское поле, а именно за Москву. И как бы не пытались русские историки-патриоты наслюнявить вот хотя бы какую-то ничью. Но в Бородинском сражении это никак не получается. Это было стратегическое поражение. Армия была разбита, отступила. Москва, важнейший город, была сдана. И, удирая от конфланских гусар, хитрый старый педофил Кутузов думал, что делать. Что делать, как оправдываться. Как оправдываться, при том, что действительно его преимущество было очень большим. Как отмазываться от отступления, бросания Москвы и 30 тысяч раненых, полного поражения ему Кутузову грозило разжалование, вечная опалка и ссылка. И, трясясь в кибитке, он придумал, конечно, гениальный выход. Он рапортовал о победе. Но это же потрясающе. И царь подхватил эту абсурдную игру. И в том, что его слова о победе являются правдой, поверили все после того, как Александр, включившийся в эту игру, наградил Кутузова титулами и всякими бриллиантовыми шалобушками. Это серьезная всегда командная игра. Потом в нее вписались всякие там Левушки Толстые, Пушкин и Миша Лермонтова. И позорное поражение под Москвой стало днем воинской славы. То есть военная ложь – это продуманный комплекс нужных вымыслов. Это такое же военное спецсредство, как, не знаю, как ИПРИ, например, да, как хлороцетон и фенон, как мины, как РЭП. Любая война стоит на плечах народа, которому постоянно нужно скармливать какой-нибудь бред. Он не живет без бреда. Причем военная ложь всегда была важным инструментом пропаганды. Вспомним Первую мировую или русско-японскую войну. Они и тогда тоже врали тогдашние Скобеева и Соловьевы. И эта госложь великолепно усваивалась, резонировала в мозгах простонародья самым забавным образом. Тех, кто отказывался верить в официальную бредятину, тут же записывали, разумеется, в шпионы-предатели. Вот если мы возьмем самарский курьер Бузулукского уезда за 904 год, там написано, наши крестьяне очень интересуются войной, разговором не от конца, убеждены, что жив Скобелев. Одни говорят, что Скобелев явился на войну под видом Линевича, другие под видом Алексеева. Про погибшего Макарова рассказывают, что на месте, где погиб эсминец Петропавловск, спускали водолаза, и он нашел броненосец целым. А Макарова со своей командой в каюте. Тот молился Богу перед паникадилом. И Макаров объяснил водолазу, что как окончится война, он выйдет из-под воды. То есть, вот такой вот, так интересно резонировал всегда государственный бред в народных мозгах. А чем больше он резонирует, тем больше у режима возможности продолжать идиотическую войну. Верят и в Орешников. Правда, да, правда, она всегда более надежная, серьезная категория, но у нее есть недостаток. Один важный недостаток, она всегда на 3-4-5 тонов тусклее, чем ложь. Ложь всегда живописнее. Ложь всегда гарантированно с большим успехом вцепляется в народный мозг. Ложь всегда гарантированно с большим успехом вцепляется в народный мозг. Ложь всегда гарантированно с большим успехом вцепляется в народный мозг. Ложь всегда гарантированно с большим успехом вцепляется в народный мозг.